Не нужно бояться брать питомцев из приюта, туда часто попадают очень необычные животные. Интересно, что многие модные породы кошек и собак берут своё начало именно из таких мест. Эта история произошла в 1987 году в приюте для бездомных животных в американском штате Монтана. В заведение попала беременная бродячая кошка, которая привела здоровое потомство. Пятеро котят росли игривыми и красивыми животными, которые ничем не отличались от других малышей своего возраста. Но когда животные немного подросли, волонтёры стали замечать что-то странное. Один котёнок отличался очень кудрявой шёрсткой, которая сильно выделяла его среди остальных собратьев. Малыш выглядел так, будто только что побывал у грумера. Он был очень красив, пушистую шёрстку украшали равномерные завитки. Его шубка была плотной и очень кучерявой. Сотрудники приюта пытались понять, что за странный котёнок растёт в их заведении. Чтобы понять это, они пригласили посмотреть на малыша известного заводчика персов Джерри Ньюмана. Заинтересованный специалист приехал в приют, чтобы разобраться, что за странный котёнок в нём живёт. Заводчик был сильно удивлён тем, что увидел. Ему никогда раньше не доводилось сталкиваться с подобным. Животное выглядело очень необычно. Джерри решил забрать котёнка к себе, чтобы разобраться, кто же он такой. Малыш, который оказался кошечкой, был назван Мисс де Песто. Животное оказалось в питомнике для персидских кошек. Азартный заводчик решил получить потомство от удивительной красотки с густой шёрсткой. Интересно, что Джерри пришлось намучиться с котёнком, пока тот рос. Животное оказалось довольно шкодливым, но при этом очень ласковым и игривым. Когда Мисс де Песто выросла, её скрестили с персидским котом. Джерри с нетерпением ждал потомства, чтобы посмотреть, каким оно будет. Кошечка родила прекрасных здоровых котят, некоторым из них передалась роскошная кучерявая шёрстка мамочки. Заводчик был в восторге, ведь это означало, что кудряшки могут появиться и у других поколений. Специалист понимал, что ген, отвечающий за такую шерсть, является доминантным, раз передался детям кошечки Мисс де Песто. Так началась история разведения редкой и дорогой породы селкир-крекс. Спустя 25 лет после рождения первого потомства Мисс де Песто исследователи Венского Университета ветеринарной медицины признали, что эти кошки имеют прекрасную генетику. Дело в том, что селкир-крекс – четвёртый из всех известных пород кудрявых кошек. Однако у неё есть несомненное преимущество перед вьявон-рексами и корниш-рексами, которые склонны к облысению, а также представителями лопермов, отличающихся тонкой шёрсткой. На данный момент селкир-крексов можно скрещивать только с представителями своей породы. Так они стали закрыты для смешивания с другими котами. Представители породы имеют характерные черты – густой кучерявый мех, за который их называют кошками в овечьей шкуре. Животные могут иметь короткую или длинную шерсть. В первом случае кошечек украшают красивые плюшевые завитки, что придаёт им игрушечный вид. Длинношёрстные представители породы имеют заметные кудри, которые смотрятся очень мило и благородно одновременно. Современные кошечки очень ласковые и спокойные, они быстро привязываются к хозяевам. История новой благородной породы, которая не терпит вливания новой крови, началась с простого бездомного животного, родившего котят прямо в приюте. Сейчас селкир-крексы – желанные гости в самых шикарных апартаментах всего мира. Они славятся густой шерсткой, большими круглыми глазами, а ещё дружелюбием и игривостью. На этом всё друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!